В Минской Духовной Академии в день рождения митрополита Филарета, первого патриаршего экзарха в Сея Белоруссии, состоялось открытие мемориального кабинета преснопоминаемого архипастеря. Экспозиция разместилась на базе Церковно-исторического музея Белорусской Православной Церкви. Торжественная церемония открытия мемориального кабинета митрополита Филарета началась за упокойной литии, которую совершил по усопшему архипастерю митрополит Минский Изославский Вениамин, патриарший экзарх в Сея Белоруссии. Далее участники мероприятия перешли в музейный корпус Минской Духовной Академии, где и расположен мемориальный кабинет. Гости смогли ознакомиться с открывшейся экспозицией, в которой представлены личные вещи и награды, ранее переданные музею самим митрополитом Филаретом, рукописные документы, облачения, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции архипастеря. В стендах представлены награды, которые он получал, это и государственные награды не только Республики Беларусь, но и Республики Польши, Российской Федерации, Республики Украина. В том числе представлены и церковные награды различных патриархатов, Иерусалимский патриархат, Александрийский, Антиохийский. Это только малая часть, мы представили не все. Люди, которые будут приходить сюда на экскурсии, они будут показывать и другую грань владыки Филарета. Не только грань его повседневного, тяжелого труда, но и грань его доброй, отеческой любви к ближнему, к приходящему. И вот именно это мы и хотели показать экспозицию этого музея. Стол, книжные шкафы, кресло, на котором восседал владыка, записи его на столе и все иное убранство, оно, конечно, воссоздает ту атмосферу и старается передать то настроение, в общем-то, все, что окружало владыку во время его трудов. Трудов, можно сказать, денонощных, напряженных, непростых. Вспоминается то, что много сделано для Белоруссии. Вспоминается, с одной стороны, простота владыки в общении с людьми, вне зависимости от их положения в обществе. С другой стороны, забота о каждой душе человеческой и о всем белорусском народе, и о каждом отдельном человеке. Вспоминаются многие эпизоды, которые свидетельствуют об истинно христианском таком глубоконравственном облике владыки. То, что он впитал в себя евангельское учение и был не только учителем, а был и исполнителем закона Божьего, и был учителем для многих, именно учителем с большой буквы.